вот заканчиваю поранование первого участка здесь они в центре поле буровидники в основном поэтому это половина площади наверно бежал так вот неплохой результат получился в основном муравейки рассыпчатые в ходе сухие поэтому бороны на них неплохо воздействуют которые уже твердые засохшие их не так много скорость разворота минимальная 2 3 на полосты иначе не прыгают по бешеному просто но здесь их уже нету там основная масса вон там была еще косилка их растащит и думаю будет неплохой результат ну где вчера я пробовал поранить проезжал сегодня вторым следом но результат не настолько хорош потому что они уже рыхлые и эта земля просто перемешивается то есть надо чтобы они опять углотнились и потом опять породить тогда и будет снимать неплохо вот опашка лесников здесь сейчас поранование закончу сегодня думаю за плиту возьмусь проеду повдоль и скорость побольше сейчас можно будет косить уже без проблем не дергаться повышенное и пониженное но трава нынешто сухого она вряд ли вырастет но может в осени но на следующий год под не разрастется уже но в осени у меня не получилось это сделать но давайте пока здесь покажу что там получилось у нас что у нас тут полтора часа полтора часа полтора часа на 5 блин дым в кабине меня с фильтром и вентилятор так так дымом не пахнет и вообще не пахнет дымом на улице не очень приятно вот здесь бы еще поборонить и вот это тут тут гектар и тут два с половиной но в принципе здесь терпимо работать можно там возле навоза маленькие кочки поеду там сейчас вот за лесом поле там они позднее будут там косилка отпрыгивала где их тут много было ну вот здесь даже вот вот они уже то есть косилка их придавит потом еще раз проборонить вот примерно так же как и прошлой весной я только и по сырому работал то есть это вот раздавится и они будут уже плоские то есть вот высота какая и тут она уже сантиметра на 34 ну что-то дыма поперло так что так вот ну примерно везде вот они такие вот он мягенький тут хорошей оси косилка смажет и все его здесь не будет уже на трактор едет после косилки накосить будет лучше все поедем следующее поле вот еще одна проблемка так что здесь сейчас мы ее вернем на место так 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 В принципе неплохо, пласты на месте вернулись. И там вон еще одна. Нахрена здесь что-то опакивать, если это выкашено полностью. Нахрена здесь что-то. Нахрена здесь что-то. Хорошо делать. Ну ладно. Разок-другой можно. Нагрузка небольшая. Так, ну заехали, заехали. Жаль у меня вот эти лопаты обо мне тут. На место будет все вернуть. Так, деревьев не нападало. Но здесь у меня более-менее ровно. Поеду вон там. Тоже гитара два, наверное, будет. Может поменьше, не знаю. Здесь как бы тоже они есть, но не очень много. Терпина пока. Терпина пока. И вот здесь нет. Ну вот здесь. Вот здесь лужа со сокой. А сока уже прет во всю. Блин, даже здесь сухо уже, даже здесь сухо, почти, чуть-чуть замокрело. Ну и хоть здесь, вот в этом серединке, даже, наверное, меньше, думаю, яктор будет. Тут у меня вот волки и осоки лежат, прошлогодние, да и пусть они лежат. Ну вот где-то акустика, так сейчас. Интересно, куном кусочки можно срезать, нет? Кто тут высотой, если правильно выставить, то они поменьше прыгают. Ну вот их видно, кочки. Вот они, наверное, отсюда и до туда. Там вот особенно проблем много было. Ну вот, закончил, наверное, около чуть больше часа, наверное, поработал. Что-то совсем ее скручивается. Так вот, хотел показать, вот здесь вот, вот он какой был, такой где-то муравейник, аж косилка отлетала у меня прошлый год на нем. О, муравьи бегают встать. Ну вот, теперь его косилкой снесет хоть. Ну и тут еще тоже несколько штук было. Такие серьезные муравейники. Сейчас будет, думаю, получше, что я проехал оттуда вот так. В принципе, уже нормально, хорошо. Ну, говорю, косилка их придавит, и вообще это нормально будет. Ну и так, конечно, потихоньку баранить, баранить. За несколько лет оно получше будет. Мое время у меня еще минимум полчаса есть, еще поеду, еще один там гектарчик где-то там надо пройтись. А то там прошлый год залетные косили сегментные, скорее всего, муравейников до хрена осталось. Короче, не получилось там попарадить. Вот сегментная слишком большой подсорсток остается. Поэтому бараню здесь в другой участок тоже свежепошенный. По пасуши. Ну, после роторной пасуши меньше. Там дальше ровно. Сейчас как раз здесь. Да даже быстрее к вам паучасика. Паучасика я почти хочу забаранил. Здесь пасуши нет столько. И в основном вот здесь муравейники. Там бы, по-моему, их не было. Достаточно ровно. Ну, как о них не было, есть, конечно, но косилка на них не бьется сильно. Ну, здесь большие. Ровно. 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 Продолжение следует... Я даже за второй раз здесь проеду даже. Ну вообще лучше поперёг или по диагонали к первому проходу ездить. Ну да, так получше будет, пожалуй. Ну а там их, в принципе, немного. А город и махну забивают старьём. Ну и такого обязательного больше, что, в принципе, и нет. Надо вот здесь ещё зарулить. Ну здесь они округлые. Не так страшно. Ну, навоз ещё надо растолкать. Или просто кучу скрести. Входи, посмотрю, с лопатой приеду. Что-нибудь посмотрим, сделаем. Ну что, в принципе, обязательная программа выполнена. О, блин, я нахрен здесь поднял их. Нахрен с ней. В принципе, самое такое я заборонил. Тут вот можно поездить, можно не ездить. Они роли не играют особо, не имеют большого воздействия такого. Время полшестого уже. В принципе, нормально. Ну тут что-то, я не знаю, вроде земля мягкая. Что-то скакают бороны сильно, блин. Пересохло, что ли. Так что вот. В принципе, вот это осталось. Но здесь их особо и нету. Подшерсток не даёт баронить. Навоз лежит. Не знаю, завтра может, что ли, подприехать его. Думаю, в кучу, что ли, его столкать. Сейчас-то его вносить толку нету. Вот дождей нету. Чего-то будет валяться потом. Сено пойдёт. Так бы хоть бы это, как сказать. Какой толк с него был. Трава здесь проросли. Так его сгрести, как бы в куче бы. И всё нафиг. Ну сколько тут. Раз телег, два, три телеги в куче сгрести. И всё. А потом уже очень его спокойно куном навозить сюда. Потому что сейчас тоже, я думаю, фигня получится. Он сухой, тем более он как порох уже. Вот что нету, но тут влажный. Такой перегнойчик уже здесь хороший. Грибов в куче, да ещё его. Так думаю, лучше будет, чем сейчас с ним возиться здесь. И там он кучки потом зафрезерую. А возить, наверное, нынче, думаю, если дома обосновать кучу. Ну, в огороде там уголок выделить. Потому что хлопотно это всё. Ну, увезти-то одно, а потом его, блин, толком не обработать, не внести. Как бы это получается. Всё не своевременно. Прошлый год это не получилось. Хотел осенью. До самых морозов провозился. То уборка, то спашка, то ещё что-нибудь. То дожди пошли потом. Вот здесь вот. Ну, после сегмента я на нихига не порубила здесь. Но их немного, их вот видно, что они. Ну, я один-два так. Потихоньку вот скажу площадь, да и всё здесь. Я, по-моему, гектар что ли здесь. Вот фрезерованный. Мне кажется, он побольше сейчас стало как-то. По сравнению с необработанным. Но я его побаранил. Вот дня два, наверное, или три уже назад. Ну, не знаю, мне кажется. Мне кажется, здесь пободрее, как-то посочнее зелень. Ну, здесь тоже этот пасушь скрадывает высоту. Непонятно. Ну, так маленько повыдиралась, растащилась. Ну, да. На два раза бы фрезеровать. Да, хорошо было бы. Ну, нынче, конечно, лучше. В эту пору. В прошлое вот она вообще всё. Чёрная тут стояла. Так несколько травинок торчит. Хоть и дожди были. Но здесь вот поменьше какая-то фигня. Одуванчики. Вот эта вот трава такая. Не знаю, что это пучки, не пучки. Ладно, разрастётся. Вроде дыма поменьше стало. Ветер стих, что ли. Не так воняет. Вот губка чёрная стала уже. Вот он светлый должен быть. Здесь не столько пыли, сколько, я думаю, что от дыма. Потому что дым в кабине не чувствуется. Хотя тут порой было, что того леса не видать было. Натягивала. Сделал такие штучки. Думаю, меньше перескакивать будет. Они всё равно своей жизнью живут. Эти хорошо, без проблем. Но переделаю потом. Ладно, вроде, можно сказать, всё сделали необходимое. То, что не сделаю, там надо по-мягкому работать. Всё прыгать будет. Спасибо.